Блокировать трассы готовятся пенсионеры-силовики. Сегодня они снова вышли на улицы по всей стране. Требования те же, пересчитать пенсии. Сделать это в Кабмине обещали еще в прошлом году, но пока денег так и не нашли. Подробнее о сегодняшней акции в следующем материале. Мне для того, чтобы прожить, не хватает 800-700. Я занимаю каждый месяц. Такое же финансовое положение у большинства собравшихся возле Верховной Рады пенсионеров, военнослужащих и силовых ведомств. Их пенсии так и не попали под перерасчет, обещанный еще летом. Кабмин отменил свое решение изменить механизм начислений. Сейчас пенсии по старинке рассчитывают от оклада. Это 15% денежного обеспечения, которое получали силовики. Остальное составляли надбавки. Их не учитывали при определении пенсии. С 1992 года закон, по которому военные начисляют пенсию. Есть люди, которые тогда уходя получили 942 гривны. И до сих пор такая пенсия у них и есть. Мы уволились в Союзе. Нам сказали, подождите, мы вас сравняем. Но уже прошло, Кучма еще говорил, прошло уже сколько лет? Лет 10 или 15. И никто нас не вспоминает. Как получали мы в 3500, а я должен получать 7 тысяч. Василий – военный летчик на пенсии. За плечами несколько тысяч летных часов и сотни выпускников Черниговского военного авиационного училища. Командир авиационного звена, военный летчик-инструктор первого класса. И какая у меня пенсия? 3000 гривен. А трактористы, которые я знаю, уже было 3200, стало 6400. Пока гражданским пенсии повышают, военные и милиционеры по-прежнему остаются за бортом. Постановление, которое предусматривало переход на новый принцип расчета пенсий, правительство отсрочило на год, объяснив нет средств. Побачили, что денег нет. И перед Новым годом принимают 1052. Отменить выполнение 704-го постанова на целый год. А параллельно подготовить таймно новый проект закону, который переводит военнослужащих на пенсии цивильные. Чего нет ни в одной стране света. Вот это все обурло, потому что там не врахуется ни вислуга роков, ни то, что он в бою был. Теперь пенсионеры силовых структур опасаются, что новая законодательная инициатива Минсоцполитики приведет не к повышению пенсий, а просто уравняет их с остальными пенсионерами. Отказ чиновников от своих же обещаний и законопроект «Ловушка» заставили их выйти на улицы. Помимо столицы, митинги прошли во Львове, Запорожье, Днепре. Тут уже, на правду, эти люди стоят, и по всей Украине это просто крик души. Тут люди стоят с поранениями, тут люди с контузиями стоят, тут стоят инвалиды. И так далее, и так далее. Это не то, что брать, это уже крик души. А пока они ждут перерасчета, обесценивается и то, что получают на руки сейчас. Арифметика обещания проста. Ну сейчас 1750, уходил на 1200, но разница 1200 при долларе 8, это было 150 долларов. Сейчас можете посчитать, сколько это сейчас. Поэтому при перерасчете, ну для меня лично, добавится мод 1000-1500. Их требования к правительству разблокировать действия августовского постановления о перерасчете пенсии. К нардепам не голосовать за предложенные Минсоцполитики законопроект, в котором, по мнению пенсионеров, их уравнивают с гражданскими. В поддержку митингующих нардепы из оппозиции собрали подписи. Наша позиция была с самого начала, на поддержку этой категории пенсионеров. Если я постановил Кабинету министра по сближению зарплаты девчим військовым, автоматом пенсионный фонд должен перерасчет на базе существующих нормативных документов пенсию військовым пенсионерам. Что сделал уряд? Они сделали бюрократическую зачипку. Они подняли зарплату в дизию військовым, не постановой Кабмина, а приказом министра обороны. И на базе этой бюрократической зачипки они не подняли и не индексовали пенсию військовым пенсионерам. Остальный час индексации была в 2012 году. Люди объединили свои усилия, требуют обращения в Конституционный суд, и мы его подготовили. Сегодня мы вместе с военными пенсионерами сходили к спикеру парламента, договорились на следующую среду провести заседание Координационного совета, который бы представлял интересы людей в погонах в нашей стране. Пенсионеры готовы идти на более радикальные меры. Если их не услышат, заблокируют трассы. И тут поддержку им готовы обеспечить нардепы. Мы визначим дату, когда мы перекроем абсолютно все магистрали в нашей стране. Мы будем блокировать работу всех областных администраций, мы будем блокировать работу готелю Киев, там, где живут большинство народных депутатов Кабмину и Верховной Ради Украины. Плюс мы объезжаем всю страну и поднимаем всех военных пенсионеров. И я уверен, что мы за леченые недели добьемся четкого результата. Всего повышения пенсии ожидают чуть больше полумиллиона бывших силовиков. Оксана Григорьева, Василий Пузанкин. Подробности телеканал Интер.